В это непростое для каждого из нас время есть профессионалы, готовые прийти на помощь. На базе коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» организован штаб правовой помощи. Друзья мои, мы все столкнулись с проблемой, которую современная цивилизация еще не знала. Вопросами жизни, здоровья занимаются врачи, власти, правоохранители. Огромное вам спасибо за это. Но коронавирус породил также и массу юридических проблем. Наша коллегия приняла непростое для себя решение в этой ситуации бесплатно помогать людям. С созданием постановления губернатора Тверской области о введении режима повышенной готовности у жителей региона возникло много вопросов, как действовать в такой ситуации. Сегодня адвокаты «Интеллект Альянса» ответят лишь на некоторые из этих вопросов. Итак, работодатель должен не просто отправить работника на дистанционную работу, а оформить это в соответствии с трудовым кодексом. Если у него нет такой возможности, то необходимо объявить в организации простой. Это означает, простой может быть объявлен в отношении всей организации отдельных его подразделений либо работников. Это означает, что работник не работает, а работодатель выплачивает ему денежные средства в размере 2,3 от доклада пропорционально времени простой. Необходимо только об этом уведомить. Орд службы занятых в течение трех дней с момента издания данного приказа. Относительно договоров аренды, поясняем следующее, что, безусловно, сложившаяся ситуация является постмажором. И вы можете об этом говорить со своим арендодателем. Пока предоставление вам арендных каникул, отсрочек либо рассрочек. Но необходимо все ваши договоренности оформлять в письменном виде. Сам по себе постмажоры не освобождают от ответственности за ненадлежащее исполнение ваших обязательств. Это только он освобождает от ответственности креней и штрафов. Данный же принцип применения постмажора действует в отношении других договоров. На своем сайте, в инстаграме, в фейсбуке коллеги адвокатов «Интеллект Альянс» постоянно публикуют ответы на часто задаваемые вопросы. Специалисты отвечают онлайн. Время сейчас такое. Помогать тем, кто нуждается, будет в деле. Мы будем с вами рядом, мы будем вам помогать. Бесплатно. Спасибо вам. Телесных повреждений на их телах не обнаружено. Установлено, что дом не имел систем жизнеобеспечения. Люди жили здесь без регистрации и без права собственности. Вели асоциальный образ жизни. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия возникновения пожара. Назначены пожарно-техническое исследование и судебно-медицинские экспертизы по телам погибших. В результате проверки будет принято процессуальное решение. Ежедневно с начала недели самоизоляции стражи порядка выходят на улицы Твери для профилактики распространения коронавируса. Особое внимание к пожилым людям, детям и подросткам и тем, кто недавно прибыл из-за рубежа. В рейды выходят как пешие, так и автопатрули. Из числа сотрудников ГАИ и патрульно-постовой службы полиции привлечена народная дружина. Уважаемые жители, гости вирус, на поведение старостяных мероприятий у вас. Предлагаю вам покинуть территорию улиц и находиться дома в режиме самоизоляции. Мы еще раз обращаемся ко всем жителям региона. Не выходите на улицу без особой надобности. Старайтесь не пользоваться общественным транспортом. Соблюдайте режим самоизоляции. Помните, наше здоровье и здоровье близких зависит от степени ответственности и самодисциплины каждого из нас.